Уже к 17 часам на Думской площади к автомобилистам и активистам присоединились и обычные одесситы. Еще до начала митинга каждый желающий мог поставить свою подпись под петиции о снятии Геннадия Труханова с поста городского головы. Побывали на Вече и наши корреспонденты. Есть вещи, мимо которых человеку сейчас не позволит пройти ни совесть, ни гражданская позиция. А в том, что она есть у большинства собравшихся на народную Вечу людей, сомневаться не приходится. Только за один день собрано порядка полутора сотен подписей под петицией, требующей отставки городского головы. Чтобы Одесса процветала, так как раньше было, что были меценаты, которые вкладывали свои гроши на користь Одессы и населения, а не собью в кишени брали. Беспредел, везде, по всему городу. Что превратился в город, как он выглядит, наш мэр? Вот так вот выглядит наш город сейчас. Я коренная одесситка. Пять поколений здесь мои. Поэтому за этот беспредел мы готовы бороться до конца эти. Они самые разные участники акции. Предприниматели и учителя, врачи и пенсионеры. Кому-то глубоко за, а однако ни возраст, ни болезни ничего не значит, когда речь идет о четкой гражданской позиции человека. Люди устали от творящегося в городе беспредела. Причем скорость обделывания делишек в собственных интересах, кажется, возросла настолько, что по количеству и качеству наделанного нынешним городским руководством ему может позавидовать даже Костусев. То, что творится сейчас в центре города, когда он просто уничтожается. Полнейший грабеж побережья, воровство на дорогах и на всем остальное. Ну и последнее – это паспорта Труханова, где оказывается, что мэр одного из самых крупных и самых, ну, скажем, на сегодняшний день неспокойных городов, является гражданином страны-агрессора. Ну и «Вишенка на торте» – это офшорные компании, через которые выкачивают деньги из городского бюджета. На акцию «Одесса без Труханова» собрались около 300 одесситов, и по традиции «Народная веча» началось исполнение гимна. Почему одесситы должны терпеть мэра-коррупционера, и не просто коррупционера, а связанного с криминалом гражданина государства-агрессора? Те, что эта человек на прозвище Гена Труханов, капитан, або как там у него еще были в 90-х клички, он поставленный в Одессе не просто олігархами, он поставленный в Одессе керувати бандитами, которые ни где не светятся. Мы только тут, поскольку мы одесситы, знаем прозвище этих бандитов, и они в Одессе не сидят, и даже в Украине не мешкают. Это Ангерты, это Жуковы и інші, и інші. Необходимо отметить, что до сих пор протестная акция находится в информационной блокаде. Ее почти не замечают одесские каналы, практически не освещают на страницах интернет-изданий. Участники акции до сих пор опасаются провокации со стороны городской власти. А то, что такое вполне может случиться, говорит и тот факт, что по внезапному стечению обстоятельств вышла из строя веб-камера, находящаяся на самой мэрии, благодаря которой можно было в режиме онлайн наблюдать за происходящим на площади. Нас пытаются заблокировать во всех средствах массовой информации. И делают это, безусловно. Но я уверен, что одесситы все равно услышат нас. Все. Потихоньку все равно каждый сюда придет, каждый услышит через кого-то, через друзей, через знакомых. Одесса – такой город. На уровне общения друг с другом все равно будут знать о том, что форпост гражданского общества, форпост одесситов находится здесь. Но участники акции намерены бороться до конца. А чтобы власть окончательно поняла всю важность происходящего, люди собираются прийти на митинг 27 апреля, в день, когда в самой мэрии запланировано заседание городского совета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова